Два обычных свадебных ведущих на твоих глазах кардинально изменят свою жизнь. С 30 мая на 8 канале. Программа «Диалоги о махачке». Ребята, привет! Здравствуйте! Привет! Для начала у меня к вам, наверное, самый главный вопрос. В чем уникальность этой программы? И почему она, собственно, так называется «Диалоги о махачке»? Название нам тоже, на самом деле, очень нравится. Больше всего времени мы потратили на то, чтобы придумать такое название. Так, это уже интересно. Собственно, наверное, в этом и уникальность этой программы. Да, все большее. Там, в принципе, кроме заставки с этим названием больше ничего нет. Пока готово только это. Ну, а если серьезно? Если серьезно, Артем, рассказывай. Ну, давайте я начну с формы. Раз уж мы сказали, что это спортивное, что это реалити. Почему ставится приставка реалити? Потому что большая часть программы была по непрописанному сценарию. То есть мы стартовали, мы снимали, но мы не знали итог, чем это закончится. Это, в принципе, прописать было невозможно. Поэтому приставка реалити здесь абсолютно уместна. Я бы единственное еще добавил развлекательное. Да. Ну, потому что. Я бы сказал, эта передача, она спортивная, но она также содержит такие прям хорошие юмористические элементы, что достаточно не свойственно для этого жанра. Для спортивного мы имеем в виду. Ну, давайте говорить откровенно. Спортивных программ, когда люди приходят и пробуют в себя в различных видах спорта, собственно, их достаточно много. И на федеральных каналах, и на местных они есть, или будут, может быть, после появления вашей в том числе. В чем же уникальность? Почему ее особенно интересно будет зрителям смотреть? Если мы будем говорить о спортивных каких-то программах, передачах, то это в основном такие передачи в формате обзора. То есть, я бы назвал это больше новостной такой формат, где есть какой-то ведущий, либо несколько ведущих, и они все строятся следующим образом. То есть, здравствуйте, здравствуйте, сегодня у нас в гостях такой-то тренер. Здравствуйте, тренер, когда вы начинали тренироваться, покажите пару приемов, всем до свидания. У нас же немножко другой формат, скажем так, да. Наш формат – это два обычных человека. Я заострю внимание на том, что именно обычных, то есть не каких-то там… Мы не дети богатых родителей. Может показаться с первого взгляда. Ни какие-то… Некрасавчики. Ну там один, там один только некрасавчик, и один я. Вот. Значит, и вот эти вот обычные люди, как уже начал говорить Олег, в полной мере… Почему это сериал, да? Потому что кардинальное отличие – это не одна серия про данное единоборство, как обзор Олег успел выразиться, а это именно сериал, то есть в течение всего сезона, в течение всего сериала, из серии в серию. Я правильно говорю? Правильно. Из серии в серию. Идет развитие, то есть как бы сценарная какая-то там линия протянута через весь сезон и в итоге в конце, Олег? Что в конце? Что будет в конце? Что-то будет в конце. Я не буду раскрывать. Это все понятно, но изюминка, есть же у проекта изюминка, расскажите-то о ней наконец-то. Изюминка будет заключаться в том, что два обычных человека, как я и говорил, придут изучать боевые единоборства. И им будет, мягко говоря, наверное, нелегко это делать. Мягко говоря. Очень мягко говоря. И мы все это дело покажем именно в красках и в режиме, как это назвать, наверное, в режиме live. То есть без всяких каких-то постановочных сцен, без всяких, не знаю, там декораций, грима и так далее. То есть все так, как оно есть. Ну можно сказать, да, от первого лица. То есть мы будем прям вот все досконально рассказывать, включая наши ощущения. Ну и собственно говоря, к чему это все приведет? В конце мы, два обычных человека, проведем настоящий бой по правилам этого единоборства. И не просто с каким-то мальчиком, который тоже тренируется на этой секции, а с настоящим, как это сказать? Серьезным. Серьезным противником. Мастером спорта международного класса, двукратным чемпионом России и так далее, так далее, так далее. Андреем Черных. Андреем Черных, конечно. Просто это известный спортсмен, я думаю, стоит озвучить его имя и фамилию. Это очень известный спортсмен, да. А то если не озвучим. Не надо, не надо. Вы будете пробовать себя в кудо? Да, да, мы выбрали именно этот вид спорта первым, потому что это очень популярный вид спорта в нашем городе. И что там греха таить. Мы переживаем за этот вид спорта и желаем ему благополучия и развития. Поэтому вот первый вид спорта – это кудо. Этому будет посвящен наш первый сезон. И вы пробовали хотя бы раз до того, как стали снимать этот проект, заниматься кудо? Или же нет? Или вы пришли и прямо вот… Ну не будем лукавить. Мы не будем, да, обманывать. Мы пробовали. Нет. Мы пробовали. Нет. Мы команда. Нет, на самом деле мы пробовали заниматься кудо, но это даже нельзя назвать то, что мы им занимались. Это больше, наверное, вот именно попробовали. Это было давно, потом у нас был огромный перерыв. И, собственно говоря, вот сейчас мы пришли, когда снимать эту передачу, можно сказать, что мы в принципе-то и не занимались. Но по нам, в принципе, и видно, что мы не особо спортсмены. Особенно по мне этот… Ну это понятно, да. Он-то атлет. И так, конечно, я не могу не спросить о сложностях, с которыми вы сразу же столкнулись, как только начали снимать проект и заниматься. Потому что, как вы сказали, это все реальные тренировки, реальная жизнь. Да, да. Рассказывайте. Ну первая сложность – это, наверное, лишнее место. Ну это у меня, опять же. У него все в порядке с этим делом. Он красавчик. Да, он красавчик. У него все хорошо. Да сложностей на самом деле много, сам формат достаточно сложный. И снимать все это дело в режиме реального времени, заливаясь потом кровью и так далее, это достаточно тяжело. Ну и, ну давайте по-честному, опыта такого именно в таком формате снимать, именно в таком формате вообще проводить досуг, съемки. То есть и тренировка, и съемки. И то есть нужно не забыть про то, что тренируешься, и тем не менее донести что-то до камеры, до зрителя. То есть вы были и операторами, и главными героями, и еще параллельно и нагрузку бешеную получали. Ну можно и так сказать. Есть, конечно, у нас люди, которые нам помогают снимать это дело. Я бы даже сказал, основную часть снимают именно они, но мы тоже принимаем участие. Потому что это такой проект не совсем обычный, наверное, в своем роде. То есть у нас нет какой-то там студии, видео, которая только и делает, что снимает этот проект. Нет постановки, это самое главное. Да, да, да. И вообще, в принципе, такой проект, он такого жанра underground, наверное. То есть он снимается на собственные силы, собственными, я не знаю, эмоциями, желаниями и так далее. Все, в принципе, построено исключительно на желании людей. На идеи. И на идеи, да. Снять вот такой замечательный проект. Вы индивидуально тренируетесь с тренером. Расскажите о нем. Давай, извини, давай. Для чего он нужен, собственно говоря? Да, цель. Это у нас вообще второй вопрос у нас был. Давайте. С моего вопроса. У нас как раз две с половиной минуты и уходим потом на рекламу. Первую часть мы написали. Вась, я готова. Мне кажется, здесь стоит сказать и о целях этого проекта. Ведь вы их также преследуете, я правильно понимаю? Да, есть несколько целей. Артем, вот какие у тебя цели в этом проекте? Благородный. Благородный. Понятно, что, очевидно, главная цель, чтобы популяризировать не только этот спорт, но и вообще спорт в принципе. Призыв к тому, чтобы люди занимались спортом. Но форма, в которой мы это делаем, немножечко другая. Потому что немножечко, да, как бы хотелось бы отступить в процессе общения, но не только с нашими знакомыми, друзья, даже малознакомыми людьми. Олег не даст соврать, что часто бывает такое, что многие хотят, интерес большой. Люди даже по этому поводу много что смотрят в социальных сетях и так далее, изучают. Дома? Да, дома. По самоучителю. По самоучителю, да. И сложность заключается для людей в том, что перебороть страх и прийти в зал. Потому что там страшно, там все злые, там больно бьют. Да что там, там убьют сразу. Ну да. Не, на самом деле кроме шуток действительно очень много людей хотят, но боятся прийти. Потому что страшно приходить первый раз в зал единоборств, где очень много сильных ребят. И ты как-то на подзнательном уровне и боишься. Вот наша цель в принципе показать людям, что если мы смогли это сделать, то они тем более смогут это сделать. Даже вы, Анна, можете это сделать. О боже. Но вам не надо это делать. Да, я просто видела пару серий. То есть вот цель еще стоит в том, чтобы люди поднимали свои тела с диванов и шли на секции заниматься, и не боялись заниматься ударными видами спорта. А также еще такая вот небольшая подсель, потому что помимо людей, которые боятся, есть еще много людей, которые почему-то считают, что это очень легко. Но опять же наблюдая со стороны, может быть по телевизору, на ютубе, либо еще где-нибудь. А вот мы в этой передаче покажем, что это нелегко. А вот, кстати, о заблуждениях, о мифах каких-то, которые летают вокруг занятий восточными единоборствами. Что для вас стало открытием и стало ли? Для нас стало открытием? Ну, дверь. А если серьезно, то там что не выпуск, то открытие. Первое открытие было, что ого, ничего себе, как я могу. Второе открытие было, нет, мне показалось. Я ничего не могу. То есть там именно открытие, если можно сказать, что это именно в том, что ты смотришь, как это делается, ты рассчитываешь на одно, по факту получается другое. На самом деле, да, присутствует такой момент, что когда изучаешь боевые единоборства, ты смотришь, ты понимаешь, а, ну, все понятно. А, понятно. Понятно, да. Начинаешь делать, и у тебя ничего не получается. Хотя с виду все очень понятно, и все достаточно вроде бы даже и просто. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор об уникальном спортивном реалити-шоу восьмого канала «Диалоги о махачке». Я думаю, стоит рассказать обязательно о вашем тренере. Я думаю, стоит рассказать обязательно о нашем тренере. Я подозреваю, что он будет смотреть эту передачу. Я чувствую, как он смотрит сейчас на тебя. Поэтому первым делом хочется сказать, что это замечательный, очень красивый, талантливый, светлый, сильный, что самое главное, человек. Его зовут Алексей Черных. Мы ему очень сильно благодарны за то, что он согласился поучаствовать в этом проекте и за его, наверное, прекрасные тренировки, которые навсегда останутся в нашем сердце. И таланты. И таланты. Его потрясающие. Но вы не сказали, что он добрый. А именно поэтому мне особенно интересно узнать, как проходили тренировки. Разве мы не сказали? А мы не сказали, что он добрый. Выграть не любим? Нет, на самом деле тренер действительно замечательный, причем как и в спортивном смысле, так и просто в человеческом, наверное. Точно-точно. Тренируемся мы по такой системе, она называется индивидуальная. Так как по условиям проекта у нас ограниченное количество времени, мы решили максимально за это время себя натренировать и занимаемся мы индивидуально. Да, Артем? Да, потому что в группе нет такой возможности там все недосчеты наши подмечать. А когда мы индивидуально, то есть, ну прям вот разбор нас вот с ног до головы. Об этом, кстати, много будет именно в нашем шоу. И мы показываем вот от самого начала до самого конца, вот если мы какие-то части изучаем, то мы показываем все. То есть, от разминки, что там, какие-то сложности, какие-то специальные разминки. Мы показываем там приемы, отработки этих приемов, изучение их. Все показываем. Иными словами, человек с вами побывает на каждой тренировке. Да, да, именно так. Человек, посмотрев нашу программу, вот допустим, весь наш первый сезон, будет понимать вот от начала до конца, что его ожидает в этом виде спорта, если он придет заниматься. То есть, полностью все техники мы разберем, покажем. И даже немножко научим, наверное, да? Ну, не мы в смысле, конечно. Он, ну. Ну, мы про него уже говорили. Нагрузки были очень серьезные. Приходилось ли вам дополнительно помимо тренировок заниматься спортом? Мы занимались немножко дополнительно помимо тренировок. Но это нельзя назвать, наверное, спортом. Больше такая легкая физкультура, немножко пробежек на улице. Да, и в принципе, и все. Потому что тех нагрузок, которые нам дает наш тренер в этой программе, нам, в принципе, достаточно хватало. Больше ничего и делать-то и не хотелось, наверное. Не моглось. Не моглось. Больше не моглось, чем не хотелось. А изменились ли вы как-то за время съемок проекта? Мы изменились. Мы изменились. В первую очередь, мы похудели. Я сейчас сразу отвечу на немой вопрос телезрителей. Да, да, это возможно. Мы были еще больше. Мы почему здесь не участвовали в этой программе, что не влазили в объективы просто. Для этого мы пошли на спорт. А на сколько похудели, если не секрет? Я в общем. Нет, Артем, придется рассказать по отдельности. В общем, на 20 кг, Артем на 3. Нет, я похудел на 5 кг, а ты? Около 10. Ничего себе. Это классный результат. Это в смысле не обман. И если вы посмотрите вот первую серию… И вот так вот на меня. Если вы посмотрите первую серию и сразу включите пятую, то вы заметно увидите, как наши лица стали немножко поуже. Есть ощущение, как будто картинка растянулась чуть-чуть. Да. В общем, надо идти все-таки тоже, наверное, пробовать заниматься кудо, я так понимаю. Именно поэтому даже девочкам будет интересно посмотреть, как надо худеть правильно, да? Ну а почему бы и нет, действительно. Ну и девочкам интересно будет посмотреть на… На тебя. На красивого его друга. Как они там тренироваться? Я все-таки хочу подойти, наверное, к главному событию проекта. Это финальный бой. Сейчас я перечислю, с кем вы будете бороться. Это будет один человек. Но вот слушайте. Это двухкратный чемпион России, серебряный призер Кубка мира, чемпион Кубка Азии, мастер спорта международного класса России Андрей Черных. Вы вдвоем будете пытаться выжить? К сожалению, да, мы будем вдвоем. Хотя нам хотелось бы в пятером, в шестером примерно драться против него. И желательно, чтобы это был не бой, и мы там не присутствовали. Просто наняли бы людей, да и все. Очень сильных. Очень сильных, и они бы там между собой подрались. Но кроме того, действительно, да, в этой программе мы будем готовиться к этому бою и в конце проведем поединок по правилам кудо с вот этим замечательным человеком, который вы только что перечислили. Причем мне очень понравилось, как Анна перечислила. Это будет один человек. Потому что регалии и наград там больше, чем на одного человека. Сразу на несколько. На группу лиц, я бы так сказал. На группу лиц, да. Вот, собственно говоря, да, вот такая вот небольшая интрижка. Я думаю, что это очень большая интрига. И все спрашивают, кто знает о проекте, как, что будет. Но это стоит лишь увидеть на восьмом канале. Смотрите. Я могу сказать, что это будет зрелищно. Это будет зрелищно и интересно и больно нам. Вот. А все остальное зрители посмотрят, конечно. А все остальное зрители увидят, конечно. Безусловно, возникает вопрос о ваших планах, если все удастся с боем, да. Если нас выпустят из больницы, то про эти планы. Ну, если без шуток, то действительно планируете ли вы продолжать диалоги о махачке уже с другими видами единоборств, может быть, в принципе, с различными видами спорта. Расскажите о своих планах. Да, планов масса. По большому счету, как бы, мы со всеми хотим, если честно. Но в данный момент мы сейчас сужаем этот список. Пока еще не могу рассказать. Пускай будет немножечко интригой. Но мы уже с Олегом более-менее определились. Я объясню, что говорит мой друг. Мы уже практически определились со следующим видом спорта, который мы будем снимать. Будет однозначно второй сезон, за ним будет и третий, и четвертый и так далее. В каждом сезоне это будет новый вид спорта, разумеется. И, я думаю, уже совсем скоро мы приступим к съемкам второго сезона. Поэтому очень скоро его можно будет уже увидеть. Но о какой вид спорта мы пока не будем говорить. Ну, а пока впереди у нас первый сезон «Диалоги о махачке». Я предлагаю сейчас объявить, когда же телезрители смогут, наконец, начать эти тренировки вместе с вами и пройти этот путь воина до самого конца, до финальной битвы. Завтра, 30 мая, вторник. В 22.15 на восьмом канале. «Диалоги о махачке». Смотрите. Будет жарко. Нет, действительно будет очень сильно эмоционально, больно. Местами, да, а может быть и не местами. Некоторыми особенно местами. Некоторыми местами будет очень больно. На самом деле, да, зрители ожидают 5 серий отборного адреналина, юмора и, я думаю, положительных эмоций. Ну что, вам удачи, ребят. Спасибо. Воплощение следующих сезонов. Ну, а нам с телезрителями остается смотреть первый сезон уникального спортивного реалити-шоу на восьмом канале «Диалоги о махачке». А это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова